Для начальника уголовно-судебного отдела Республиканской прокуратуры Галины Станкевич даже самое сложное дело похоже сродни новому вызову. Кто как неопытный специалист покажет пример молодым коллегам? Дело в том, что у нас многие руководители, вот как я выяснила, в Москве вообще не ходят в суды, поскольку боятся проиграть, боятся выглядеть как-то нелепо. У меня точка зрения другая. Как есть играющий тренер, то есть я должна постоянно быть в тонусе, то есть постоянно поддерживаю обвинения. В нынешнем году всероссийский конкурс среди гособвинителей проходил в восьмой раз. Для определения лучшего принимались во внимание такие критерии, как количество и качество дел, а также речь по одному из них. Ранее Карачаево-Черкесия постоянно участвовала в таком состязании, но всякий раз преодолеть окружной барьер не удавалось. Мы несколько раз уже участвовали в этом конкурсе. К сожалению, мы никуда не проходили и было решено волевым решением направить меня. В Северо-Кавказском округе решили, что я лучшая по Северо-Кавказскому округу и направили в Генеральную прокуратуру. И к моему удивлению, поскольку я человек-то уже не молодой, меня отобрали в финал. В финал отобрали всего девять человек по стране, куда нас пригласили уже на очный конкурс. В этом году состав участников один из самых сильных и представительных. В финал конкурса вышли и руководили подразделения прокурор субъектов, показав тем самым замечательный пример своим подчиненным. Каждый из финалистов достойно проявил себя в серьезнейшем профессиональном состязании. Мы увидели настоящих мастеров своего дела, талантливых, ярких государственных обвинителей. Когда готовишься к конкурсу, ты невольно сам еще повышаешь свою квалификацию. Ну и в-третьих, это всегда интересно, потому что, чтобы не застыть в своем здесь субъекте, посмотреть, как это делается в других. Потому что конкурсанты были из Магадана, из Хакасии, с Оренбурга, с Иванова. Это было очень интересно. Галина Станкевич работает в органах прокуратуры 35 лет. Из них 10 была в должности руководителя городского ведомства. В прошлом году ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации». По словам начальника уголовно-судебного отдела, их дела – это сложные и очень сложные. Впрочем, иные к ним и не попадают. У нас легких дел нет. Допустим, только в этом году, вот на прошлой неделе, у нас состоялся приговор, где я поддерживала обвинения с прошлого года. Это был очень длительный процесс в отношении начальника управления Чехова, который возглавлял наше управление МЧС. Это было очень сложное дело, потому что руководители такого уровня у нас первый раз осуждены за хищение и взятки. Буквально на следующей неделе у меня 4 процесса, все очень разноплановых. Это и в Адыгехабльском районном суде процесс в отношении бывшего главы Карданова за злоупотребление служебными положениями. В отношении адвоката, который пытался взять деньги под следователя, якобы для его передачи, то есть в мошенничестве. Это и процесс в отношении главы Дружбинского сельского совета, который незаконно присваивал земли. То есть сейчас, как говорят беловоротничковые, такие дела, когда оппоненты очень грамотные, очень профессиональные. И здесь нужно анализировать законодательство, и для этого его нужно знать. Был момент, когда прокуратура могла лишиться столь ценного сотрудника. В самом начале, сразу после окончания ростовского вуза, перед Галиной Станкевич стоял выбор, кем пойти работать, прокурором или адвокатом. Она сделала шаг в том направлении, где не надо подстраиваться под клиента. Я когда выбирала профессию именно прокурора, а не адвоката, допустим, мне всегда, что нравилось в прокуратуре, что адвокат связан с позицией своего клиента. То есть даже если он знает, что он виноват, но он связан этой позицией, в суде будет говорить, что он не виноват. Прокурор более свободен своей позицией. Если он приходит к выводу, что человек не виновен, он может отказаться от обвинения, изменить обвинение, попросить дело на дополнительное расследование. То есть он более объективен в своей точке зрения. Несмотря на огромный профессиональный опыт, она всё равно продолжает учиться. На своих успехах и неудачах. Не боится поражений. Всегда готова принять решение, руководствуясь буквой закона, а не эмоциями. Сложно всегда убеждать присяжных. Если с профессиональным судьей легче, ты профессионал, он профессионал, и здесь есть убеждаемость. К сожалению, суд присяжных у нас непредсказуем. Что показали у нас последние процессы, когда люди соглашаются, приходят быть присяжными, хотя это не право, а обязанность, когда вызывают людей. Но, к сожалению, боятся потом брать на себя ответственность, принимать решения. Самые сложные процессы – это процессы с присяжными. И речь, которую мы посылали в СКФО на конкурс, как раз была речь с присяжными. Это убийство судьи Баташева из Малокарачаевского района. Когда нужно было убедить присяжных, что это убийство связано именно с его профессиональной деятельностью. Потому что у нас лицо виновное пыталось уйти от ответственности тем, что были личные неприязненные отношения и так далее. Но нам удалось убедить присяжных, и присяжные проголосовали, что он виновен. Идёт очередной процесс, на котором Галина Станкевич поддерживает обвинения в отношении бывшего главы Адыгихабльского района республики, которому вменяют злоупотребление служебным положением. Это неэтично. И не то, что неэтично, не соответствует закону, поскольку мы не ставим под сомнение его допроса, мы его не обозреваем. Процесс почти наверняка будет таким же сложным, как и большое количество дел, оставшихся позади, и тех, по которым Галине Станкевич предстоит работать в будущем. Однако она ни на минуту не жалеет о сделанном когда-то выборе, поскольку понимает, что главное всегда оставаться на стороне правды и справедливости. Артур Максимиха Каракелян, Андрей Дорошенко. Итоги недели.